Приветствую всех на канале Аскорпион ТВ. Сегодня в обзоре интересная монета. Одна копейка 1795 года Екатеринбургского монетного двора. Копейка интересна прежде всего тем, что она чеканилась непродолжительное время и на сегодняшний день является желанной монетой любого коллекционера данного периода. В обзоре я расскажу о разновидностях, редких выпусках и стоимости монеты на данный момент. Монета чеканилась из меди, масса 10,24 грамма, диаметр 27 миллиметров. Гурт сетчатый. Обратите внимание, я думаю должно быть хорошо видно. Я не буду останавливаться более подробно на описании, лишь хочу обратить ваше внимание на буквы под конем. В данном случае ЕМ. Это Екатеринбургская монета. На этом монетном дворе монета чеканилась начиная с 1763 года. Тиражом всего около 43 тысяч штук. Это очень редкая монета, поэтому часто встречаются подделки, сделанные из копеек этого года, но московского монетного двора или копеек Екатеринбургского монетного двора, но поздних лет чеканки. Легко отличаются по несоответствию формы вензеля императрицы и цифр даты на аверсе и рисунка коня святого Георгия на реверсе. Также стоит отметить, что почти все копейки 1763 года ЕМ изготовлены путем перечеканки двух копеечников Петра III 1762 года. В последующие годы Екатеринбург не чеканил копейки до 1789 года. А в 1789 году тираж монеты составил 6 миллионов 430 тысяч штук. Это наибольший тираж данного номинала. В 1790 году тираж составил 1 миллион 860 тысяч штук. В 1791 году тираж был неизвестен. Затем чеканка была возобнена лишь в 1794 году с тиражом 756 тысяч штук. А в 1795 году я сейчас монету данного года держу в руках составил 2 миллиона 285 тысяч 500 штук. Сравнительно это небольшой тираж. Ну и последний выпуск 1796 года тираж составил 523 тысячи штук. Также известна монета 1793 года. Буквы монетного двора ЕМ по сторонам коня. Обратите внимание, я еще раз хочу показать, здесь буквы четко под конем. А речь идет, когда буквы слева и справа также указаны ЕМ. Так вот, это Павловский перечекан и очень редкая монета. И встретить такую монету – лучшая удача. Копейки 1795 года без обозначения монетного двора были отчеканены на Анинском монетном дворе. А с буквами ММ – это на Московском монетном дворе. Теперь о стоимости. Прежде всего хочу сказать, что на цену влияет состояние монеты. И монета, такую, как я сейчас держу в руках, на сегодняшний день, стоит порядка 20 долларов. Я приведу вам пример скриншота продажи буквально последних дней, на котором результат продажи с ресурсов Виолити составил 21 доллар эквиваленте. Также, для примера, хочу вам привести еще один результат продажи, но монеты в более лучшем сохране. За прошлый год и результат составил в эквиваленте более 100 долларов. Надеюсь, обзор был вам полезен. А если есть свое мнение относительно стоимости монеты, напишите об этом в комментариях. Ну а кому понравилось, обязательно поддержите лайком. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новый обзор. Всего доброго. До свидания.